В Польше на открытии международного фестиваля «Гайновские дни музыки церковной» состоялось вручение наград имени князя Константина Острожского. Среди лауреатов престижной награды в этом году и православный телеканал «Союз», аудитория которого прирастает в Польше не только православными зрителями. Подробностью корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала. Традиционно география лауреатов награды имени князя Константина Острожского не ограничивается рамками Республики Польши. Она имеет всеевропейский масштаб. В нынешнем году в число лауреатов самой престижной наградой от польской православной общественности вошли представители Великобритании, Сербии, России и, конечно, самой Польши. Пожалуй, самым именитым обладателем диплома и медали имени князя Константина Острожского стал митрополит Калист Уэр. Один из виднейших православных иерархов за рубежом – многолетний профессор Оксфордского университета, подготовивший целую плеяду современных богословов и историков церкви. Награду имени князя Константина Острожского присудили и коллеги митрополита Калиста, профессору Московской духовной академии Алексею Осипову. Видно, российский богослов сможет ее получить в Варшаве в конце месяца. В год празднования 1150-летия миссионерского подвига святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия награду удостоено Кирилло-Мефодиевское православное братство Польши за труды в сфере образовательной деятельности. Семь лет назад, почти семь лет назад, мы открыли православную школу. Надо добавить первую в истории Польши спустя сто с чем-то лет, первую православную начальную школу, которая работает на государственных основах. Высокая награда имени князя Константина Острожского вручается за вклад в развитие православной мысли, культуры и духовности, а также за деятельность поединению христиан перед современными вызовами. Всем этим требованием, по мнению представителей фонда Константина Острожского и журнала «Православное обозрение», который определяют лауреатов, соответствует православный телеканал «Союз». «Союз» в последние годы завоевал популярность и польского зрителя. Православные Польши могут почувствовать сопричастность тысячелетней православной традиции Святой Руси. И в то же время, благодаря деятельности Восточноевропейского бюро телеканала, весь мир может увидеть богатую и насыщенную событиями жизнь православной Польши. Во-первых, я сегодня хотел бы вас сердечно поздравить с наградой вашей Телебачкини «Союз», которое у нас стало родным. Очень важно для нас, особенно православных, живущих здесь, на территории Польши, потому что оно дает нам большой импульс для нашей работы, для нашей службы. Одновременно, я думаю, что в России люди знают о православии в Польше. Деятельность Союза заслуживает награды и запроповедь христианских ценностей, свидетельства в защиту прав христиан на международной арене. Депутат Европарламента от Польши Михаил Каминский убеждает, что этим «Союз» привлекает не только православную аудиторию. Я думаю, что канал «Союз» – это канал, который нравится не только православным христианам, но и в многих странах мира. За то, что он в сегодняшнее время, в которое очень сложно жить в сегодняшнем мире и быть настоящим христианином, он показывает настоящую веру. Он помогает жить. Я вам хотел поблагодарить за то, что вы делаете, за то, что вы всегда являетесь символом свободы совести и всегда являетесь символом того, который воистину воскрес. Поздравил «Союз» с высокой наградой и предстоятель Польской Православной Церкви. Вашу передачу мы смотрим, хотя она далеко, из Екатеринбурга. Но радуюсь, что вы вас заметили и получили награду Островского. Островский много способствовал в трудное время и помогал для Церкви, чтобы сохранить православие. Ваша телепередача это делает сегодня. Вот какое-то дивное соединение. Всего вам доброго. Поздравляю всех зрителей вашего канала. Более подробный рассказ о лауреатах награды имени князя Константина Островского в следующих информационных материалах Восточноевропейского бюро телеканала «Союз» из Польши.